По ту сторону трибунала. Сегодня в Чебоксарах начался процесс над экс-судьей Верховного судья Андреем Емельяновым. В декабре 2011 года он, управляя личным авто, прямо на пешеходном переходе сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Уголовное дело получило огромный общественный резонанс. Расследование взяли на контроль сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России. Но Емельянов отказался признать свою вину. Процесс уже сейчас обещает стать долгим. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Эти коридоры Андрею Емельянову знакомы хорошо. Раньше именно здесь работал высокопоставленный служитель Фемиды. Особого статуса и черной мантии его лишили в прошлом году. Возбудить уголовное дело удалось только после решения высшей коллегии судей. От комментариев Емельянов отказывается и даже просит прессу покинуть зал. Ссылается на здоровье, говорит, что СМИ публиковали ложную информацию. Но его ходатайство судья не поддержал. Отказался Емельянов и от услуг адвоката. Вопросы потерпевшим экс-судья задавал лично. Родственники погибшей женщины принесли на процесс ее фотографию. Она скончалась на месте происшествия еще до приезда кареты скорой помощи. Мать и отец до сих пор не могут прийти в себя. Тот день они вспоминают с отраганием. Было единственное сохранено ее красивейшее лицо. У нее не было ни позвоночника, переломаны ноги. Следователи установили, что женщина переходила проезжую часть по зебре и дорога в этом месте была освещена хорошо. Андрей Емельянов скорость не превышал, но в то же время не учел погодных условий. В тот день шел дождь. Иномарка экс-судьи на скользком асфальте тормозила слишком долго. На допросах бывший служитель Фемиды утверждал, что у него не было возможности избежать наезда. Сразу после дорожно-транспортного происшествия Емельянов с места происшествия не скрывался. Он прошел медицинское освидетельствование. Было установлено, что в момент управления транспортным средством он был трезвым. Кроме того, он сам вызвал скорую помощь после дорожно-транспортного происшествия и оставался на месте ДТП в течение всего того времени, пока продолжался осмотр места происшествия. Уголовное дело возбуждал лично руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Было проведено огромное количество экспертиз. По мнению следователя, избежать трагедии было возможно. С помощью автотехнической экспертизы, как раз-таки заключение автотехнической экспертизы подтвердило, что техническая возможность избежать наезда у него была, будь он более осторожен при управлении транспортным средством. Кроме того, автотехническая экспертиза подтвердила, что наезд на пешехода мог произойти на пешеходном переходе. Уже во время расследования Андрею Емельянову удалось договориться с потерпевшими. Близким погибшей женщины он выплатил компенсацию за причиненный моральный вред. Поначалу от уголовного преследования судьи и родственники хотели отказаться и даже подписали соглашение. Но закрыть это дело уже было невозможно. Емельянов свою вину не признает. Процесс уже перенесен на середину августа. В суде планируют допросить новых свидетелей. Всего уголовное дело содержит три тома, но по всей видимости процесс затянется. Не исключено, что Андрей Емельянов потом все-таки воспользуется услугами адвоката. Сейчас бывшему Верховному суде грозит пять лет лишения свободы. Возможно, что этот срок будет и условным. Андрей Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.